Всем привет! В этом видосике я хочу вам рассказать про 6 легендарных советских авто, которые в новом кузове снова могут выйти на дороге. История автомобилестроения знает немало примеров, когда старые популярные модели, тихо, мирно, догнивающие на улицах, становились идейными прототипами для новых машин. Лавры успешно обновленных Fiat 500 и Dodge Challenger не дают спокойно уснуть многим менеджерам и дизайнерам. Особенно популярны проекты на базе автомобилей родом из СССР. Номер 1. Lada California. Длительное время Niva была самым популярным гражданским внедорожником в СССР. Модель ВАЗ-2121 довольно серьезно подготовлена для езды по плохим дорогам и при этом обеспечивает более высокий уровень комфорта, чем утилитарный УАЗ, изначально сконструированный для военных. Но стоит признать, что 40-летняя машина все же устарела. Толятинский дизайнер Денис Понятов представил свое видение обновленной Niva. Концепт кар, названный Lada California, сохранил узнаваемые пропорции и угловатые черты советского автомобиля, удачно воплощенный в современный кузов. Не исключено, что именно так будут выглядеть новые Niva, которые АвтоВАЗ планирует выпускать с 2018 или 2019 года. Номер 2. Запорожец. В Европе сейчас очень популярны автомобили городского класса, такие как Fiat 500 или Volkswagen Beetle или Mini Cooper, ну или другие маленькие мандовошки. Их успех, возможно, и стал источником вдохновения для авторов концептуального автомобиля по мотивам карбатого запорожца, ZAS 965. Машина выглядит очень стильно и современно. Номер 3. Волга 2020. Концепт. Несколько лет назад российский дизайнер Александр Шторм, город Казань, показал проект концептуального автомобиля, который мог бы выпускаться на ГАЗе как новая Волга в 2020 году. К сожалению, руководство завода в Нижнем Новгороде по-другому представляет себе судьбу популярного в СССР седана. Номер 4. ГАЗ 5000 GL. ГАЗ 5000 GL – это еще одна Волга, которая могла попасть на газовский конвейер. По крайней мере, так утверждают некоторые интернет-источники. Машина выглядит агрессивно и современно, но в серийное производство она так и не попадает, ограничившись несколькими изображениями. Номер 5. ВАЗ 2101. В этом году в сети появилась информация, что АвтоВАЗ намерен снова направить на конвейер популярную классику – ВАЗ 2101. Появились даже снимки автомобиля. Концепт-кар напоминает одновременно Ford Mustang и Chevrolet Camaro и оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью 200 лошадиных сил. Источник даже утверждал, что машина поступит в продажу уже в конце 2017 года. К сожалению, ожидания поклонников отечественного автопрома не оправдались, и машина существует в виде изображений. Номер 6. ГАЗ 69. Российская тюнинг-ателея Трук Гараж уже много лет специализируется на подготовке автомобилей повышенной проходимости. Один из их последних проектов – новый внедорожник на базе поддержанного ГАЗ 69. Знаменитый армейский джип известен своей прочностью, проходимостью и надежностью. Машина прочно ассоциируется с Красной Армией. Автомобиль, создаваемый в Трук Гараж, сохранит основные черты прародителя – простоту и утилитарность. Чтобы приспособить машину к условиям тяжелого внедорожья, ей расширят колесные арки и пороги, поставят более зубастые покрышки. Полностью переработана подвеска. Машина получит автоматическую коробку передач и один из ряда мощных двигателей объемом от 3.0 до 6.4 литра. Уже собрано 12 заказов на модернизированный вариант внедорожника ГАЗ 69, от которого, по сути, неизменным остался только кузов. К сожалению, опыты возродить знаменитые советские легковые автомобили пока что не увенчались успехом. Вы когда-нибудь видели автомобильную светотехнику последнего поколения? Большинство покупателей из России заявляют, что фары можно оставлять включенными даже при выключенном двигателе. Потом, спустя некоторое время, вернуться к машине и без проблем завести ее. Я искренне вам рекомендую налетать на лампочки, пока еще наши китайские партнеры не зажрались. Ссылка на этот магазин находится в описании. Субтитры создавал DimaTorzok